Иман – это две вещи, говоря простым языком. Так, чтобы даже 10-летний ребенок понял, иман – это то, что на твоем языке, и то, что в твоем сердце. Это очень важно. Две составляющие имана. Слова можно услышать и судить по ним. Но то, что в сердце невозможно услышать, и невозможно судить об этом. Иногда то, что слетает с моего языка, не связано с тем, что у меня в сердце. А иногда наоборот. Я говорю от сердца. И когда Аллах говорит «му'мин» в Коране, и мы можем видеть это, исходя из контекста, Он имеет в виду то, что происходит в нашем сердце. То есть, когда Он говорит какое слово? «му'мин». Он описывает то, что происходит где? В сердце. Если же Он описывает то, что на языке, то Он правильно использует слово «муслим», то есть «мусульманин». Например, человек произносит шахаду и становится мусульманином, поскольку Он сказал это с помощью языка. По большому счету, ислам – это то, о чем мы с вами можем судить. А вот иман – это то, о чем трудно судить. Почему? Потому что иман где? В сердце. Нужно понять, что ислам или есть, или его нет. Тут нет середины. Или ты мусульманин, или кафир, то есть неверующий. С иманом же все по-другому. Это нечто, наполняющее твое сердце, как вода в сосуде. Иногда он полон, иногда пуст, иногда почти на исходе, иногда остается всего пару капель, иногда он снова наполняется, иногда вода мутнеет, и нужно ее очистить, понимаете? Тут не скажешь, или есть, или нет. Иман как бы прыгает вверх и вниз. Поэтому пророк, мир ему и благословение, Аллаха сказал, что иман состоит из семидесяти с лишним ответвлений. Он как бы включает в себя более семидесяти ингредиентов. Даже в том, чтобы убрать камень с дороги, есть проявление имана. Убрали камень, и иман у вас поднимается на несколько капель. Оставляете камень, и ваш иман или остается на том же уровне, или становится ниже. Также, если вы улыбаетесь своему брату, иман поднимается, так как это идет изнутри, и Аллах увеличивает иман. Чем больше хороших дел вы совершаете, тем больше имана. Чем меньше вы делаете благого, тем его меньше. Сердце лишается его, оно беднеет. Его нельзя зафиксировать в одном положении. Ведь вы знаете, что наше сердце всегда находится в движении. Оно бьется так же, как и иман. Он не статичен. Вы всегда должны его поддерживать и подпитывать его, а он все равно потихоньку уходит. Его нужно наполнять все больше и больше. И в тот момент, когда вы перестаете это делать, что происходит? Опустошение. Он начинает истощаться, уменьшаться. Аллах говорит, «Вамагум би му'менин», не мусульманин, а му'мин. То есть это комментарии не об исламе лицемеров, а об их имане, о том, что происходит внутри их сердец. И это очень сильная концепция нашей религии, суть которой заключается в том, что Аллах указывает на людей, у которых нет веры в сердцах. В Коране муслиму четко противопоставляется кафир. Му'мину также противопоставляется кафир. Скажу это еще раз. В Коране муслиму четко противопоставляется кафир. Му'мину также противопоставляется кафир. Но иногда Аллах говорит про кафира, показывающего свой куфр, то есть свое неверие, и это противопоставляется Исламу. В других случаях Аллах говорит о сердцах полностью пустых, лишенных веры. Весь иман ушел, и неважно, что там снаружи, это и есть куфр, неверие, противоположный иману. Когда вы видите слово «кафир» в Коране, вы должны думать, противопоставляется ли его куфр, иману или Исламу. Здесь сказано, мы видим тех, кто не верит, и что Аллах говорит о них. Аллах запечатал их сердца, то есть этот куфр противопоставляется иману. Здесь, когда Аллах говорит, что они неверующие, то Он имеет в виду их куфр, спрятанный внутри них. Имана там нет. И еще про нас с вами. Какое у нас отношение друг к другу? Когда вы видите человека, идущего в мечеть, вы воспринимаете его как мусульманина, так? Вы воспринимаете его как му'мина. Это Коран. Коран говорит воспринимать братьев не просто как мусульман, а как му'мина, имеющих веру в своем сердце, как хороших людей. Му'мин выше по положению, чем муслим. Первый уровень – это Ислам. Выше него – иман. И еще выше – Ихсан. Аллах говорит. «Во ла такулу лиман алькаа алейкум ас-салама ласта му'минат». Му'минат. Не говори о тех, кто дает вам салам, то есть говорит ас-саляму алейкум ва рахматуллах. Никогда не говори о них, что они неверующие, что у них нет имана в сердце. Так как сразу после этого саляма любая возможность судить их пропадает. Если вы видите малейшее проявление Ислама у кого-либо, признайте, что внутри у него иман. Так будет правильно. Такое отношение друг к другу является верным. Мы верим, что это не просто мусульмане, а му'мины. В этом восприятие благо и хороший пример для других. И это дает возможность задуматься тем, кто сомневается. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok